Дмитрий Дудкин стал самым знаменитым сварщиком страны после того, как дозвонился президенту. Во время прямой линии с Владимиром Путиным Челябинец пожаловался, что на заводе Уралавтоприцеп, где он работает, задерживают зарплату. Реакция и собственников предприятий, и властей, и прокуратуры последовала, пока еще шел эфир с президентом. Что из этого вышло, расскажет Светлана Сычкарева. Его видеообращение к Владимиру Путину показали одним из первых. Дмитрий Дудкин стал единственным южноуральцем, которому удалось обратиться к президенту во время его 14-й прямой линии. Я работаю на ЧМЗАПе, то есть Уралавтоприцеп. Выполняем госзаказ на оборонку, делаем прицепы. У нас проблема такая, что задержка идет очень большая. То есть на три месяца задерживают зарплату. Уже через несколько минут за заводским сварщиком стали охотиться все СМИ. О том, что решил пожаловаться президенту, Дмитрий скрывал даже от самых близких. Когда мать увидела сына по телевизору, буквально замерла. Пойти на такой шаг мужчину заставило безвыходность. В семье четверо детей, младшей нет и года. Зарплату задерживают на три месяца, единственное, что спасает от голода. В счет зарплаты в заводском магазине выдают продукты. Супруга Дмитрия показывает холодильник. Особо тут ничего такого, скажем, нету. Ну, сосиски, молоко, самое основное, хлеб. И что побалывает ребенка? Сыр. Ну, иногда сгущенное молоко. Все. Что же для ребенка? Тоже для ребенка, да. Потому что, извините, ребенку пять лет, и ей не объяснишь, что не дают зарплату, что нет денег, чтобы покупать что-либо. Семья Дмитрия должна буквально всем. Родителям, которые отдают большую часть пенсии детям. Коммунальщикам счет уже достиг 30 тысяч рублей. При этом семья из шести человек живет в 20-метровой комнате в коммунальной квартире. Сам Дмитрий эфира с президентом не видел, был на работе. Но сразу понял, что обращение дошло. За ним в цех пришел начальник охраны. В другой кабинет какой-то завели, там сидит мужчина. Он не приставился, никто, что он такой, что это такое. Объяснил, что сейчас поедем в следственный кабинет. Я говорю, переодеться-то хоть можно? Он, да. Охранника ко мне приставили. И по заводу он со мной гулял, этот охранник. А вы сбежали от охранника? Да. Почему рабочим не платят зарплату, начал срочно выяснять следственный комитет. Проверка началась еще до окончания прямой линии с президентом. В ходе проверки будет проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление факта невыплаты заработной платы, объемов невыплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи трудовые права были нарушены. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. На следующий день после прямой линии на завод приехала комиссия. Такой представительной делегации здесь никогда не видели. Одни в накрахмаленных рубашках, другие при погонах. Общаются с рабочими. Среди них и Дмитрий Дудкин. Информация о его увольнении уже опровергнута. Зарплата, как выяснилось, выплачена. За февраль дали остатки. За марк сказали, выплаты будут. То есть до 25-го числа пообещали выплатить. Потому что вроде... А за февраль сколько вам дали? Ну мне вторая половина, там 9 тысяч остатки будут. То есть должны были перечислить. Остали, что у вас зарплата теперь 40 тысяч? Я не знаю сколько. Разобраться в ситуации потребовал Борис Дубровский. И вот прокуроры, следователи, трудовые инспекторы, во главе с вице-губернатором Русланом Готаровым проверяют завод. Прокуроры озвучивают первые итоги. Виновных в задержке зарплаты они не нашли. Поздние сроки выплаты, жалований якобы объясняются особенностями трудового договора. По коллективному договору, который существует на предприятии и принят между работниками и работодателем, у них срок выплаты, допустим, февральской заработной платы 25 марта. Поэтому периода трех месяцев невыплаты, срока заработной платы на этом предприятии не было. Члены комиссии потребовали изменить трудовой договор, чтобы платить заработную плату не с задержкой, а месяц в месяц. Вот уже есть предписание Государственной трудовой инспекции, чтобы они исправили и платили зарплату месяц в месяц. То есть 10-го текущего месяца будет аванс за этот месяц и 25-го – расчет. Вот эта ситуация будет исправлена, и с мая месяца они будут получать зарплату месяц в месяц. Почему все эти проблемы смогли решиться только после обращения к Путину? Самый часто задаваемый руководству «Уралавтоприцепа» вопрос. Впрочем, ответить на него Владимир Филатов не может. Винит возникшим непонимание работников и своих заместителей. Я встречаюсь с людьми, бываю на заводе как минимум три раза в день, со многими работниками встречаюсь. Единственное может быть то, что я очень большое количество времени провожу в командировках. Может быть, мои заместители не своевременно доносят информацию. Впрочем, на этом история с обращением к президенту не заканчивается. Следственный комитет еще продолжает проверку завода по факту невыплаты зарплаты и давления со стороны службы безопасности на Дмитрия Дудкина. Пресс-секретарь президента уже отметил, что рабочего непременно поддержат. Проверит предприятие и Минтруд. За ситуацией следит глава министерства Максим Капилин. Кроме того, по его поручению проверки идут и на Сахалинском острове Шикотан, и в Северной Осетии. Жители этих территорий тоже пожаловались президенту на задержку зарплат. Но там ситуация гораздо серьезнее. Светлана Сычкарева, Айдар Насыров, ОТВ.